Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! В Германии до Пасхи осталась всего одна неделя. Следующая неделя предпасхальная. Поэтому, конечно, у меня в магазине работы море. Сегодня я тоже работала, поэтому и уставшая, и ничего для вас еще не записала. Но хочу показать вам мой новый букет, который я сегодня сделала, потому что нарциссы у нас потекли вниз. Я вам говорю, что тюльпаны, нарциссы, они сначала делаются прозрачными, стеклянными, а потом обвисают. Я называю потекли. Пришлось их убрать, и сегодня я ничего не подобрала, кроме вот этих замечательных цветочков. С обалденным ароматом. Ну, вы, конечно, узнали, что это за цветок. Этот цветок, это замечательный белый лев кое. Лев кое – это очень ароматный цветок. И пахнет он гвоздикой. Самый настоящий гвоздикой. Хотя он с гвоздикой не родственник. Абсолютно не родственник. Ну, речь у нас пойдет о другом. Никто из вас не написал, по крайней мере, мне в комментариях, что у меня другие очки. Вот. А история такая. Мои очки, которые я купила в январе 23-го года, ну, не устраивали меня. Абсолютно не устраивали, потому что они плохо держались на ушах, на носу и так далее. Они постоянно сваливались, постоянно падали. Постоянно я ходила в оптику, и мне их подкручивали, поправляли. Вот. Ну, и буквально неделю назад я почувствовала, что они разваливаются у меня прямо в руках. Я так бережно с ними обращалась, пошла в оптику и сказала, что они сломались, эти очки. Вот. Они хотели мне... Не дала никому дотрагиваться, потому что боялась, что развалятся. И у меня не с чем будет работать или не в чем будет работать. Вот. Бережно к ним очень относилась. Заказала новые очки. Причем они хотели мне поменять только оправу. Но я сказала, что оправа меня полностью не устраивает. Я не хочу эту оправу больше видеть. И тогда я заказала совершенно новые очки в новой оправе. И вот они. Сегодня я получила свои новые очки в новой оправе. Что хочу сказать, что те очки, которые у меня развалились, я их сдала, потому что мне, ну, можно сказать, что выплатили стоимость оправы. Если бы я согласилась, чтобы мне сделали эту же оправу, то мои стекла подошли бы к той оправе. А раз я выбрала новую оправу, мне пришлось заказывать и новые стекла. Поэтому, ну, из стоимости этих очков убрали оправу, стоимость той оправы. И они обошлись мне недорого, я считаю. Для очков очки и зубы в Германии стоят дорого. Поэтому вот такие новые очки. Я пока к ним привыкаю. А вы должны привыкнуть ко мне в этих новых очках. Немножко они другие, чем я обычно ношу. Ну, я думаю, что привыкну. Главное, что они удобные. И чтобы они долго служили верой и правдой. Ну, вот как-то так. Если у нас в среду было 17 градусов, то вчера не поднялось выше 10, где-то 10-11. И сегодня вообще моросит дождь, холодно. Довольно неприятная погода. Ну, как-то так. Впереди у меня два выходных. Суббота и воскресенье. И поэтому мы с вами немножко помастерим. Есть у меня это в плане что-то обязательно вкусное. Мы сейчас приготовим. Кроме этого, нужно обязательно посмотреть, что-то пересадить из моих, из моей рассады. То, что уже подходит к пересадке. Ну, вот такие планы грандиозные. На ближайшие два выходных. А для вас я обязательно сниму ролики. Потому что на следующей неделе неделя будет насыщенная, трудовая, тяжелая. Но зато после Пасхи будет легче. Вот как-то так, мои хорошие. Вот такие у меня планы на будущее, с которыми я сегодня поделилась с вами. И привыкаю к своему новому виду. А вы привыкли уже к моим новым очкам? Немножко надо их. Вот так. Ну, я с вами сегодня прощаюсь. Прощаюсь до завтра. Так как у меня нет выходных на канале, поэтому бывают небольшие неполадки, за которые я извиняюсь. Вот. Кое-что я еще должна своим подписчикам, тем, которым что-то пообещала, но еще не было времени выполнить. Так что вот за эти выходные я должна подтянуть все свои долги. А вам, мои хорошие, весны. Весны на улице, весны в душе. Впереди такое замечательное время. Весна, лето, красота. Самое лучшее или самое любимое время года у меня это весна и осень. Нет, не лето. Все это связано с моей профессией, потому что весной я делаю декорацию весеннюю. Это луковичные цветы, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, крокусы. Всевозможные фиалки. Это тип, ну, пойдете на глазки. И рогатая фиалка. Это настолько хорошо все собирается в композиции. Мне очень нравится. И когда я работаю с этим, у меня душа поет. А осенью идут уже декорации с орехами, фруктами, всевозможными стручками фасоли, деревом, корой. Декорация бывает всякая. И ее можно найти в свободном природе. В природе, просто рядом с вами. Нужно только уметь присмотреться и увидеть. Вот как-то так. Завтра мы с вами задекорируем мое кухонное окно, потому что оно остается без декорации. Там еще все стоят мои фрукты. Вот. А завтра мы займемся. Много делать не будем. Для одной недели хватит. Ну, простоит она, конечно, и до нашей православной Пасхи, эта декорация, потому что новую делать не буду. Вот как-то так. Нет никакой возможности заниматься выпечкой на немецкую Пасху. Но один день, если мне дадут в неделю свободный, то я постараюсь хотя бы булочки испечь в виде птичек и зайчиков для ребятишек. Вот. Но на эту Пасху у меня не будет внуков. Самые маленькие уезжают отдыхать в Турцию, а остается только одна. И я сделаю подарок так. Не стоит ради одного ребенка устраивать ну, такой большой праздник к Пасхе у нас принято, в нашей семье это принято. И есть такое поверье у немцев, что заяц приносит яйца и раскладывает их в саду, в гнездышки. Делает гнездышки и раскладывает яйца. Раньше это были, конечно, самые настоящие крашенки, крашеные яйца. А сейчас это сладкие, шоколадные яйца. Но ни в коем случае не пробуйте их раскладывать с вечера. Такой опыт не у меня лично был, но у моих знакомых был такой опыт. С вечера разложили яйца для детей, чтобы они утром встали и искали. А утром там оказались одни золотинки от яиц, потому что это было в городе Бремени. И крысы собрали все яйца за ночь. Такое тоже здесь бывает. Ну, обычно все время у нас дедушка раскладывает утром, пока внуки спят. Делает гнездышки под кустами, где только в горшках с цветами. Везде, где только есть потайное такое местечко, где можно устроить гнездышко, он раскладывает яйца. А потом самые маленькие бегают и ищут эти яйца. Сегодня к этому ролику я прикреплю два видео вот с такой историей, как малыши наши собирают шоколадные яйца. Ну, это там уже спортивный интерес появляется, кто больше. И это всегда шумно и интересно. Ну, в этом году у нас этого не получится. Жалко. Ну, в следующий год. У нас еще есть трое деток, которые могут еще у нас собирать яйца в саду. Ну, а я снова с вами прощаюсь. Прощаюсь до завтра. Как обычно, вам всего самого лучшего, самого хорошего. Весны, в душе и на улице. Живите, радуйтесь жизни. Живите каждый день, каждую минуту. Спасибо вам огромное за то, что вы ставите мне лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите свои замечательные комментарии. Оставайтесь со мной. Всем пока-пока. И до новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Да, вот такая благодать. На улицу выходить не хочется. Вот она, весенняя композиция. Редактор субтитров.